В Украине приветствует Матмолонского. Ребята, этот канал начинался как канал в поддержку беларусов. Помните БЧБ-революцию 2020 года, как беларусы вышли на борьбу с режимом Лукашенко, с незаконным, понятное дело. И тогда наш канал только начинался, это был 2020 год. На нем практически не было подписчиков. Первые подписчики были беларусы, за что им бесконечно благодарен. Участники БЧБ-революции тогда, к сожалению, еще раз говорю, не получилось. Тогда ничего, ребята, и все сразу приходит. И многие беларусы еще раньше были вынуждены сбежать из Беларуси, многие сбежали. Пришлось сбежать после 2020 года. Вот среди тех беларусов, кому пришлось покинуть родину и в данном случае жить в Киеве, был Павел Шеремет. Восьмилетие гибели которого мы сейчас и отмечаем. Грустная дата. Сейчас я разверну как. Покажу вам, собственно говоря, сегодня 8 лет с момента, когда был убит на этом месте. В 2016 году журналист Павел Шеремет прямо на этом месте погиб. Ехал в машине на работу. Вот принесли сегодня к уявлянию и беларусы, которые проживают в Киеве, принесли сегодня цветы. А все произошло вот на этом перекрестке. Вот он ехал с этой стороны, с улицы Ивана Франка, в сторону улицы Богдана Хмельницкого. И, собственно говоря, вот тут еще один митинг сейчас идет, ребята. Это немножечко в топ получается. Я сейчас вам просто покажу. Митинг идет против политики Кличка, варварской политики Кличка, который уничтожает исторические здания в городе Киеве. Только что митинг был под КМДА, ребята сейчас, я так понял, пошли снова на Тургеневскую, где и был снесен. Ее сейчас переименовали, не знаю новое название. Ребята пошли к этому зданию, снесенному друзьями Кличкуа, рейдерами. И пошли, видимо, туда проводить еще, добитинговывать. Да, так вот я возвращаюсь в Шеремет. Он выехал на этот перекресток, остановился на этом светофоре. Был зеленый свет, он проехал еще буквально 5 метров вперед, машина взорвалась. Кто-то подложил взрывное устройство. И, собственно говоря, Павел Шеремет погиб. Это был 16-й год. Он жил в Киеве уже к тому времени довольно долгое время. И он был одной из жертв. Одной из жертв. Я так думаю, что, конечно, это работа или заказ, скажем так, со стороны Лукашенко, или его клики. Ну, как-то так, ребята. Вот, так что, еще раз говорю, я глубоко благодарен тем белорусам, которые на этом канале с самого его начала. Я знаю, что вас много, что вы меня смотрите до сих пор. К сожалению, белорусской темы сейчас стало поменьше, потому что просто, ну, вы сами видите, вы сами видите ситуацию. Я думаю, что у вас еще будет революция. Вы еще скинете этого вот картофельного обормота, который там у вас сейчас сам себя назначил президентом. И все у вас еще будет хорошо, друзья мои. Вот, ну, а украинцам скажу, ну, вот видите, нам, мы были красавцы, конечно, в 2014 году, когда прогнали вот этого Януковаща вместе с его этой бандой. Вот, а то имели бы мы, собственно говоря, сегодня такого же, такое же чучело у власти, как вот там в Беларуси Лукашенко. Так что, друзья мои, сумна дата у нас сегодня, такая грустная дата. Видите сами цветы на памятнике, у памятника журналисту. Ну что, вот так вот.